Бригада Щит Каламуна Бригада Щит Каламуна была создана в первую половину 2016 года и значительно проявила себя в качестве вспомогательной силы для сирийско-арабской армии. Цель данного формирования – защита района Гор-Каламун от угроз со стороны террористов, а также обеспечение безопасности в районе сирийско-ливанской границы. В состав бригады входит примерно 2800 бойцов, большинство из которых являются добровольцами из городов Каламуна. Помимо них, в бригаде служат еще несколько сотен бывших боевиков свободной сирийской армии. Часть боевиков свободной сирийской армии вступили в бригаду после того, как было заключено соглашение о прекращении огня с сирийским правительством. Бригада связана с третьей танковой армией сирийской арабской армии и проводит свои операции как с сирийской республиканской гвардией, так и с ливанской хизбалой. В распоряжении бригады есть несколько баз в районах Ебрут и Аль-Набак. Возглавляет бригаду лейтенант Феррас Хаза, основной источник финансирования – средства Министерства обороны Сирии. Бригада является одним из формирований, в которых поддерживают российские военные путем поставки вооружений и обучения бойцов, которое было произведено в начале 2017 года. Бригада щит Каламуна контролирует несколько стратегически важных позиций в восточном Каламуне, среди которых особенно важен район Флита, расположенный возле Ливанского района Джарударсаль, оплота террористов ИГИЛ. Совместно с сирийской республиканской гвардией и хизбалой бригада смогла отразить несколько атак террористов Хаят-Тахри-Рашам на окрестности района Флита. Кроме того, бригаде удалось предотвратить несколько попыток боевиков перейти сирийско-ливанскую границу, а также несколько операций боевиков по контрабанде наркотиков, которые, как считается, проводятся с целью финансирования действующих в Ливанском районе Джарударсаль группировок террористов. В 2017 году бригада приняла участие в первой битве за пределами территории Каламуна. В середине марта 2017 года отряды бригады «Щит Каламуна» были направлены на фронт в районе Хамы, где они приняли участие в отражении второй атаки объединенных сил группировки Хаят-Тахри-Рашам, Джеша-Лиза и других бандформирований на стратегически значимый город Кумхана в северной части провинции Хамы. Бригада продолжила проведение операции совместно с отрядами сирийского армейского спецназа силы «Тигры», силами национальной обороны и другими правительственными формированиями, а также приняла участие в возврате контроля и зачистке деревни Хаттаб 31 марта, деревни Маарды 11 апреля, города Суран 16 апреля и городов Тайбат-Алимам и Халфая 22 и 23 апреля. Далее бригада приняла участие в штурме деревни Залакьят и одноименной высоты. В случае продолжения боев на севере Хамы, щит Коламуна, скорее всего, примет участие в дальнейших атаках правительственных сил с целью взятия населенных пунктов Морок и Латамина. В мае 2017 года часть бойцов бригады были переброшены из северной части провинции Хама в провинцию Хомс, чтобы принять участие в многоожидаемом наступлении правительственных сил на осажденный игиловцами город Дер-Изор. В начале апреля 2017 года в районе сирийско-ливанской границы появилась новая группировка правительственных сил, силы специального назначения обороны Отечества. В состав формирования входит 400 бойцов из 14 ливанских деревень, расположенных в районе Аль-Бекаа, возле сирийско-ливанской границы. Формирование было основано при прямой поддержке российских военных для зачистки района Аль-Бекаа, командуя данным формированием Аль-Хаж Мухаммад Джаафар. В будущем силы специального назначения обороны Отечества могут действовать совместно с бригадой Щит-Коламуна в ходе ожидаемой операции по зачистке сирийской части Джару-Дар-Саль. Задача сил специального назначения – не допустить проникновения террористов на территорию Сирии в случае с ливанской армией, начнет операцию против боевиков ИГИЛ и Хаят-Тахри-Рашам в данном районе. Бригада оснащена вооружением средней мощности, такими как технички пушками калибра 23-14,5 мм, а также противотанковым ракетным комплексом «Конкурс». Кроме того, формирование применяет тяжелые ракеты типа «Буркан» сирийского производства. Бригада Щит-Коламуна является успешным примером сил быстрого реагирования, задействованных в защите границ Сирии. Кроме того, бригада доказала, что может оказать поддержку в любом районе, когда это будет необходимо. Бригада Щит-Коламуна проводила крайне успешные наступательные и оборонительные операции в северном пригороде Хамы. Можно ожидать, что объемы финансирования бригады и ее численность возрастут, в том случае, если принятые Сирией, Ираном, Россией и Турцией совместные усилия по осуществлению зон деэскалации не смогут положить начало процессу успешного проведения мирного урегулирования сирийского конфликта. Дальнейший рост бригады Щит-Коламуна и подобных ей формирований будет производиться в том числе за счет бывших умеренных оппозиционеров и будет четко связан со способностью сирийского правительства и его союзников проводить стратегию по заключению соглашения о прекращении огня в пригороде Дамаска и на всей территории Сирии. Продолжение следует...